Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономические новости, подготовленные специально для вас компанией Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Несмотря на канун празднования государственного праздника и частичное закрытие торгов на московской бирже, российская валюта продолжала вчера дорожать против американского доллара. Помогла ей в этом нефть, которая также демонстрировала восходящий тренд. В понедельник, к окончанию торгового дня, пара американский доллар и российский рубль находилась на отметке 71,80. Стоит отметить, что произошло это несмотря на вышедшие в пятницу макроэкономические показатели по инфляции в России. Потребительские цены в России выросли на 0,6% в феврале, что значительно меньше предыдущего показателя, когда инфляция выросла до 1%. Аналитики прогнозировали, что рост окажется больше и составит 0,9%. Та же ситуация произошла и в годовом выражении, когда потребительские цены в России выросли на 8,1%, в то время как ожидался прирост на 8,5%. В январе показатель вырос на 9,8%. Однако это на рубль никак не повлияло. Поддержку российской национальной валюте оказала растущая в цене нефть. В понедельник котировки черного золота выросли до свежих максимумов, тем самым указав на оптимистичный настрой инвесторов относительно урегулирования проблемы с переизбытком сырья на мировом рынке. Так, североморская нефтяная смесь в понедельник торговалась по 39 долларов 38 центов за баррель, а нефть марки WTI по 36 долларов 60 центов за баррель. По мнению аналитиков, нефть еще будет расти в цене и может дойти до 42 долларов за баррель, что повлечет за собой рост рубля. В результате этого курс доллара будет составлять 70 рублей. Валютные стратеги предполагают, что сегодня рубль может немного ослабнуть против американского доллара. Однако стоит помнить, что все зависит от того, какая ситуация обстоит на нефтяном рынке. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале ИнстаФорекс ТВ. До встречи!